Бог, который мир сотворил, он сказал людям, что делать, и передал. Вот он, начиная с первого человека, Адам решен, это был первый человек, он ему говорил, что делать, что не делать, а люди, начиная с первого человека, что делали? Правильно, не слушались. Не слушались Всевышнего, пытались они все сделать по-своему. И что в итоге получалось? Как говорил первый президент Украины, он книжку даже такую написал, маемо то, что маемо, имеем то, что имеем. Вот то, что мы имеем сегодня, это следствие того, что мы с вами делали, думали, планировали, все вместе напланировали, потому что душа первого человека, Адама решена, она как бы расцеплена сейчас, и вот все люди, которые живут в мире, во всех поколениях, это как осколки души первого человека. А первый человек, это отражение в этом мире Всевышнего. И задача, чтобы эти все осколки собрались вместе в одну целую душу, и опять соединились со Всевышним, то есть все собрать обратно. Вот, как это сделать? И вот нам Раф Шаламаруш предлагает метод, самый приятный метод из всех, потому что есть множество методов, но этот метод он нашел самое приятное. Знаете, как, вот есть в спорте тренера, я тренировался у разных тренеров, и значит, у меня был, ну, в основном у меня было там два тренера таких основных, которые, у которых я тренировался, уже в профессиональном спорте. Это Юрий Александрович Огородник, Юрий Александрович, Сан Саныч мы его называли, почему-то, хотя он был Юрий Александрович, но мы его назвали Сан Саныч. Вот. А второй был, интересно, он был баптист Рувим Яковлевич Отрубянников. Он был, оба уже умерли, ушли в тот мир, и Рувим Яковлевич Отрубянников, баптист, из баптистской семьи в советское время, но он был преподавателем института физкультуры, такой был очень, очень был умный человек. И у каждого была своя технология тренировки, они очень отличались, кардинально отличались. Юрий Александрович Огородник, он потом уехал в Индию, был старший тренер сборной Индии по барьерному бегу, был старший тренер сборной СССР по барьерному бегу. То есть он был, он был новатор такой, он все время искал новые методики, новые методы, он все время экспериментировал, там такой был экспериментатор, экспериментатор. А Рувим Яковлевич, он был классик, он был вот классические такие методики, вот все, и делаем по классике. Все, теперь Рав Шаламаруш это экспериментатор, это не классический метод, которым идет большинство. Он говорит, смотрите, если ко Всевышнему нужно идти через врата благодарности. Во-первых, это, эти ворота, они всегда открыты, потому что большинство людей не благодарят Всевышнего. Во-вторых, и он объясняет, вот мы уже полкниги прошли, он объясняет, почему через благодарность ты приближаешься ближе всего ко Всевышнему, и в этот момент он восполнит все твои недостатки. Не надо просить. То есть если ты любишь там царя, например, и ты искренне его любишь, и ты прям искренне восхищаешься, и ты его за все благодаришь, то он тебе подарки даст и так. Не надо его просить. А вот если ты царя, например, не любишь, ты им недоволен, то как бы ты его не просил, он тебе может и не дать. А что он должен тебе давать, если ты его не любишь, и ты им недоволен. Очень такой новаторский путь отношения ко Всевышнему. И вот мы уже дошли до 51 урока, и он говорит сейчас нам о ситуациях, он все время берет ситуации крайние. Сам он именно этот путь открыл, когда он был в огромных долгах, болел там и так далее. И в принципе в эту систему очень-очень входят охотно и вот много среди бресловских хасидов, учеников Равшала Маруша, тех, которые были в ситуации полного, ну вот у них было очень все плохо, и они уже в этот момент, они просто им открылся этот свет. И вот называется сегодняшняя наша глава «Свет в конце туннеля». Он говорит так, «Чтобы укрепиться в тяжелые времена, следует знать, что Всевышний предваряет болезнь тем, что готовит лекарства». Это известный принцип в Торе, что Всевышний готовит рефуалев на МАК, то есть излечение перед тем, как он наказывает. Значит, и что? Это значит, что нужно верить, что если на тебя обрушились какие-то несчастья в жизни, то уже есть лечение, его только нужно заметить. То есть Всевышний делает все в связке. То есть вот тебе страдания, а вот тебе спасение. Но ты должен это спасение увидеть. И он говорит так, что спасение было готово еще прежде, чем пришла беда. Но как получить это спасение? Вот тут как раз и опять он показывает нам эту схему. То, что к тебе пришла беда, это значит, есть какая-то у тебя проблема, проблема, которую надо исправить. Теперь, если ты ее исправишь, то тогда это будет для тебя огромным достижением и огромной радостью. Всевышний дал тебе эту проблему, потому что тот, кого Бог любит, того он воспитывает. Есть такая известная в Мишле отрывок, что тот, кого Бог любит, он его, ехиах, он его увещевает. А как Бог может, каждого из нас увещевает? Через страдания. То есть, если бы не было боли, мы бы не знали, что есть болезни. Если бы не было каких-то негативных симптомов, мы бы не ходили к врачам. Человек бы без боли, он бы умирал бы просто от любой болезни, она бы прогрессировала и его бы убивала, потому что он не мог бы ее определить. То же самое, страдания в жизни, это следствие каких-то духовных болезней. И Всевышний нам их посылает. И вот тут для того, чтобы исправить сразу этот корень, да, то есть сразу идти, как, например, у человека зуб болит, да, он может прийти к врачу. Врач ему говорит, на тебе таблеточку обезболивающую, все нормально. Он опять у него уже распухает. Он приходит к врачу, врач говорит, я сейчас уколчик сделаю обезболивающую. Он говорит, а может как-то врач говорит, нет, у меня такая система лечения, главное не обращать внимания. И, значит, он в следующий раз уже не приходит, потому что у него гнойный флюс какой-нибудь, который лопнул, началась у него гангрена, и, значит, он уже не придет никогда. Теперь, вот здесь говорит Равшал Маруш, когда у тебя есть какое-то страдание, то ты должен сказать Всевышнему, ты всемогущий, ты можешь благодаря раскаянию превратить величайшую беду в огромное благо. Значит, и дальше ты должен поблагодарить за эту беду, что он показал сразу первой боли, он показал, что есть там проблема. И через эту благодарность Всевышнему он тебе даст спасение. Теперь вот тут он очень красиво и вечно описал такую интересную. Он говорит, если ты в это не веришь, да, что можно улучшить твою ситуацию. Вот бывают люди, они не верят. Он говорит, смотри, а ты веришь, что можно ухудшить? Ну, тут любой человек скажет, да, ухудшить можно. То есть всегда можно любую ситуацию ухудшить. Он ему говорит, если ты веришь, что можно испортить, поверь, что можно исправить. Все. Это очень простое такое доказательство. Тебе говорят, можно улучшить. Ты говоришь, не, я не верю, ничего невозможно. А ухудшить можно, верю. А что ж ты, что ухудшить веришь, а улучшить не веришь. Поэтому, говорит он, улыбнись, не хнычь. Ведь Всевышний не видит и не слышит того, кто приходит к нему в уныние с чувством, как ему плохо. Представляете, написано в книге Севера Медот, что из-за уныния Всевышний не пребывает с человеком. Но если человек лишь говорит спасибо, перед ним тут же открываются все ворота. Это сотый Псалом. Сотый Псалом, почитайте. Мизморли туда. Это песня благодарения. И там написано, что нужно приходить Всевышнему с радостью. Босимха, тогда ворота открыты. Значит, и это объясняет, говорит Раф Шаламаруш, почему некоторые люди много молятся, а получают лишь все больше и больше бед. Они все время плачут и жалуются. Тот, с тем происходит подобное, должен приучить себя постоянно благодарить. Если он всю молитву проведет в благодарении, это будет превосходно. Дальше он говорит нам технологию, как это сделать. Значит, он говорит, что есть такая молитва, которая называется, называется она... Человек, он говорит, который хочет, чтобы у него была вера во Всевышнего. Должен выделить, по крайней мере, час в день, когда он учится разговаривать со Всевышним. Говорит спасибо за все, как за явные блага, так и за трудности. И это известно, говорит и проверено. Если у человека есть тяжелая проблема, и он будет долго благодарить за нее, то увидит настоящие чудеса. Час в день это минимум, необходимый для того, чтобы сосредоточиться и поблагодарить Всевышнего. Если нет этого часа, и он даже целую книгу написал на пушке леса, как этот час проводить. Но его система такая, что нужно на час уходить в лес, в лес, в поле, в природу, куда-то в природу, и час там разговаривать, уединенная молитва, разговаривать со Всевышним. Значит, сама цель уединенной молитвы возвращения к вере, снова возрадоваться своей участи, достичь истинного благодарения. Значит, все, что человек изучает, он говорит, это его затративает лишь слегка. Вот то, что мы с вами учимся, это нас затративает, но лишь слегка. А вот для того, чтобы были настоящие изменения, реальные изменения, нужно много молиться своим обычным языком об исполнении изученного. И в час вот этой уединенной молитвы выходишь ты в лес, человек возвращается к вере. Как? Он рассказывает Всевышнему о своих делах, прошедших со вчерашнего дня. И каждое хорошее дело или полученное им благо укрепляет вере путем благодарения, упывания на то, что оно послано Всевышним. Значит, еще раз, что он предлагает нам? Он говорит так, вот уходи в лес, у тебя, допустим, какой-то ужасный период в жизни, да, там все, все плохо, да, бывает, я знаю, такие есть, на людей накатывает. Черная полоса вообще чернейшая. И вот человек в этой черной полосе, он закатывает себя все глубже, глубже, глубже в этот асфальт, депрессию. Это сумасшествие настоящее. Как один приехал в Турцию, убил бывшую жену с дочкой и выкрал пятилетнего сына. Он на что надеется? Он жизнь кому-то хотел улучшить или что? Ну вот, знаете, сейчас здесь было громкое дело, когда в Турции одна женщина, которая развелась со своим мужем, уже там какой-то, у нее до этого было несколько детей разных, и этот ее новый муж оказался бандитом, преступником, а у них родился ребенок. Она с ним тоже разошлась, и он приехал, ее убил, и ее убил, дочку пятнадцатилетнюю убил от другого брака, и выкрал пятилетнего ребенка. Вот, но этот человек должен быть в какой яме эмоциональной сумасшествии, чтобы совершить все эти поступки, и надеясь, что это улучшит ему жизнь. Убить маму ребенка и украсть ребенка. Я люблю ребенка, хочу, чтобы ребенку было хорошо, чтобы ребенок был со мной. Ну это же, это вообще анрил, это нелогично. Как так можно вообще поступить. Но если бы он пошел в лес, как предлагает Рав Шаломаруш, и сказал бы, Всевышний, ты мне делал в жизни много хорошего. А этот человек, ему Всевышний делал много хорошего. Он, например, как пишет, украл бриллиант, он работал у кого-то телохранителем, его арестовали, и он убежал из-под ареста. И то есть это же, ну, это чудесное спасение. Я говорю сейчас, утрирую, но Всевышний ему делал много хорошего в жизни. И у него есть этот ребенок, у него это была жена, и он там, ну, у него много хорошего в жизни. Вот он час должен был сидеть, вместо того, чтобы убивать. Сидеть в лесу, и каждый свой момент своего дня благодарить Всевышнего, и наполняться благодарностью, радостью, любовью. В итоге он сказал, вот смотри, мне реально, конечно, недостает общение с моим пятилетним сыном, да. Но я знаю, что ты все делаешь к лучшему, что я понимаю, что ты мне столько всего добра делаешь, и ты каким-то образом этот вопрос тоже для меня решишь. И вот он бы молился, молился. Теперь его жена видит, что он такой хороший, добрый, спокойный. Она ему говорит, слушай, бери сына, и, значит, и живи с ним сколько хочешь, да, если ему так это было бы надо. Миллион вариантов, кроме как убить жену и ее дочку, украсть сына, и потом его ищет весь мир, там, Интерпол и все такое, и что. Теперь он говорит, так оно работает в любых ситуациях, что ты садишься, и первым делом начинаешь, как бы, перепросматривать свой день, выделяя все позитивные моменты, которые только есть. От того, что у тебя пальцы шевелятся, уши слышат, глаза видят, брови есть, ресницы есть, запах ты чувствуешь. Взял кофе, понюхал запах кофе прекрасный. За все спасибо Всевышнему. И ты, как бы, перепрошиваешь свой внутренний мир, ты перепрошиваешь свою эмоциональную сферу, ты перепрошиваешь свою духовную сферу на связь со Всевышним. Потом ты говоришь, да, у меня есть сейчас в жизни такая ситуация, с которой я не могу справиться вообще. У кого-то болезнь, у кого-то отношения, у кого-то долги, у кого-то нет работы, у кого-то, там, я не знаю, какие-то семейные конфликты, у кого-то с детьми. И потом ты ему говоришь, спасибо тебе, что ты мне дал эту ситуацию для исправления. Я понимаю, что ты меня любишь. И эта ситуация, я понимаю, тоже мне для добра. Спасибо тебе, Всевышний. Я верю, что ты мне приготовил какое-то понимание, решение, что, как сделать. То есть ты до этого и сейчас благодарил. То у тебя, понятное дело, уже такое со Всевышним взаимоотношение, ты понимаешь, он не делает тебе ничего плохого. То есть люди, которые погружены в свою вот эту проблему, они просто не видят всего того добра, которое у них есть сегодня. И вот, значит, дальше он говорит такую вещь. Что делает еще эта уединенная молитва, это часть разговора со Всевышним. Он говорит, обычный человек в течение дня забывает о Всевышнем. Когда у него что-то получается, он говорит, я сумел, это я сделал, класс, у меня получилось. Как только у него что-то не получается, он тут же кого обвиняет в себя, я не сумел, и впадает в депрессию. Если его постигают мучения, он обвиняет еще кого-то, свою жену, течу и других. Короче говоря, весь день он живет без веры, что все, все это Всевышний, всем управляет Всевышний. Когда он на час, на природе возвращается вот в этот свой индивидуальный контакт со Всевышним, и он перепросматривает все события, признавая и осознавая их связь со Всевышним, все, что я получил, спасибо Всевышнему, все, что со мной произошло, спасибо Всевышнему, все, что сейчас происходит, воля Всевышнего, листочки, небо, птицы, звуки, все-все-все, воля Всевышнего, и он возвращается к вере. Если уделять много времени уединенной молитве, то постепенно ты увидишь, что в моменты испытаний, будь то успех, неудача, боль или что-то иное, ты не потеряешь веры. Понятно, да? То есть это как раз самый мощный инструмент веры и связи со Всевышним, уединенная молитва. Это то, что нам сегодня хотел сказать. Подведем итог давайте, да? Человек должен верить, что Всевышний, когда дает ему неприятность, уже приготовил для него спасение. Хочешь не верить? Не верь. То есть всегда, у меня всегда возникает вопрос, а может нет? Знаете, такой внутренний стептик, да? Может нет, то есть может да, может нет. И ты можешь не верить, и можешь верить, это твой выбор. В этом и есть выбор, свобода выбора. То есть хочешь верить, что все тупик? Верь. Хочешь верить, я сегодня читал новость, возобновились военные действия. И написано, что Израиль возобновил военные действия, и руководство военное даже не верило, что получится вытащить 81 заложник, были возвращены домой. То есть они не верили, что... Ну действительно, с Хамасом договариваться, это просто нелюди, просто конкретные нелюди. Они не верили, что это получится, да? Но получилось. То есть мы видим, что даже военное командование со всеми разведками, со всеми прогнозами может ошибаться и в ту сторону, и в ту сторону. То есть мы видим, что все, что касается будущего и поведения других людей, и вообще всего мира, это все вопрос веры. Теперь человек, который говорит, я не верю во Всевышнего, это его выбор. То есть его я не верю, это значит, что он верит в то, что не надо верить. То есть нет никакой объективной реальности касаемой будущего. Будущее – это размышление о том, как будет, которое зависит от миллиона разных факторов. Да, можно сказать, что объективно будет существовать Вселенная. Но какая объективность? Мы вообще не знаем до сих пор, какого она размера, куда она расширяется, какого она... То есть объективно мы не знаем. И то, что мы видим сейчас Вселенную, это тоже очень интересная вещь. То, что мы видим звезды на небе, это объективная реальность? Вообще не объективная. То есть эти вот миллиарды световых лет этих звезд может уже давным-давно не быть. А свет их доходит только сейчас. То есть нет объективной реальности, касаемой будущего. Касаемо настоящего, все равно есть субъективная реальность, потому что то, что мы воспринимаем, это является электрохимическим сигналом, который что-то создает в мозге у каждого человека. Поэтому то, что мы воспринимаем, не является тем, что есть на самом деле, а является интерпретацией и созданием чего-то в мозге каждого из нас. Поэтому мы все творцы и создатели. Теперь вопрос веры, куда ты ее поворачиваешь? Тот, кто верит, что все возможно, что все получится, что у него будет все хорошо, что Всевышний его любит, он этой верой двигает свою собственную субъективную реальность и свой внутренний мир в сторону добра, позитива, счастья и так далее. Значит, и спасение приходит. Спасение однозначно приходит. Мы можем посмотреть вокруг себя мир полон чудес. Что мы называем чудесами? Ждало одно, получилось другое. Такое у нас сплошь и рядом. Вся жизнь – это чудеса. Хорошо, сегодня у нас 51 урок. 51 урок. И я сегодня, сегодня я, значит, в полдесятого, думаю, я успею сейчас съездить перед шаббатом, кое-что мне нужно было купить, и вернусь и успею подготовиться. Слава Богу, я вот этот урок подготовился утром. А здесь 51, думаю, быстро просмотрю и все. Приезжаю. Мне нужно было, обычно это занимает 5 минут. Прямо передо мной ломается касса. Ломается касса, и вместо 5 минут, ожидаемых мной, где-то минут 15-20 заняло мое состояние возле кассы. Я успел прям к самому уроку, поэтому будем сейчас по ходу разбираться вместе. 51 урок, он называется Judging Favorably. Значит, судить, favor – это, ну, как бы, в позитивную сторону. Значит, он начинает с того, говорит, если кто-то изнат as grateful, если кто-то неблагодарный, так как вы думаете, он должен быть благодарным. You have a choice. У тебя есть выбор. Видите, вот очень интересно. Всегда в интерпретациях есть выбор. Вы кому-то сделали доброе дело, он неблагодарный. То, что у вас есть выбор, какой выбор? Один выбор – судить его негативно. Если вы это выбираете, то тот, кого вы судите, он в ваших глазах приобретает негативные черты, и он становится просто неблагодарным. Нет, у него не хватает ему Lex Gratitude. У него не хватает благодарности. И что, с чем вы остаетесь? Вы остаетесь внутри с негативным ощущением. Получается, что вы делаете какое-то дело. Вы ждете, что он должен вас отблагодарить. Он не отблагодарил. Вы говорите, вот тот неблагодарный вообще человек такой, да, редиско, нехороший человек. И что у вас внутри? Дважды плохо. И не отблагодарил, еще и прямо такой человеку неблагодарный, да? The other chose. Но у вас есть второй выбор. Это to judge, судить персон этого, да, эту персоналити этого человека в позитивную сторону. Судить его позитивно. Как? Мы никогда не знаем все факты ситуации. И мы всегда теряем какую-то часть из общей картинки. Он говорит нам сейчас, повтори эту фразу как минимум 10 раз. Мы всегда теряем часть от общей картинки. На английском это We are always missing part of the entire picture. Мы всегда теряем часть общей картинки. 10 раз надо повторить, что мы не видим общую картинку. Может быть, этот человек, он намного более благодарный, чем вы думаете. Но может быть, по какой-то причине ему тяжело вербализировать, сказать о чувствах, которые его, о чувствах благодарности, которые его обуревают. Если эти люди, они не умеют благодарить, их не научили. Они не умеют, у них не было принято в семье благодарить, у них не было принято в семье говорить, я люблю тебя. Как бывает, люди женятся. Один приходит из дома, где все друг другу говорили много приятных, нежных слов. Другой приходит из дома, где все друг друга любили, но нежных слов не говорили. И они, может быть, любили, были преданы намного больше, но он никогда не слышал, я тебя люблю, ты такой хороший и так далее. И вот у них происходит недопонимание друг друга. Один другому говорит, ты меня не любишь. Он говорит, почему? А потому что ты не говоришь мне все эти слова. То же самое с благодарностью. Теперь, значит, второе, он говорит, может быть, у него было несколько случаев, когда он выражал свою благодарность, а люди, знаете, если люди не умеют принимать благодарность, заговорили ему, не надо, ты преувеличиваешь свою благодарность, ты ведешь себя, это выглядит как лесть там. Ему такого наговорили вот только что перед вами за 15 минут. Он думает, да я вообще не буду благодарить. И, возможно, как результат, он, значит, решил, что он будет благодарить только еле-еле, да? А может быть, он уже послал вам письмо, которое еще не дошло. А может быть, он вам звонил несколько раз и оставил мессендж, оставил сообщение, а вы его не прослушали. Может он, ну и так далее. Он приводит множество вариантов, которые могут быть. С другой стороны, он говорит, это неправильно судить кого-то в позитивную сторону, ну, в общем, и так далее. Я не, давайте я лучше разберусь и завтра вам расскажу. Я вам расскажу тогда лучше свой опыт. Значит, человек, когда он воспринимает окружающий мир, он одновременно воспринимает, оценивает и судит. У него это все идет одним пакетом. И вот если научиться разделять эти три потока, да, вот вы дали человеку что-то, да, сделали что-то. Я ему сделал что-то, это раз. То есть, дали ему чашку. Он мне сказал спасибо, это два. Это два факта. Я дал, он не сказал. Все остальное, это уже домыслы. Вот это нужно для себя просто объяснить, ну, для себя как бы уяснить. Во-первых, он может не любить то, что вы ему дали. Ему это может быть вообще неприятно. То есть, ваша помощь, которую вы ему оказали, и за которую вы ждете благодарность, может быть для него страданием. Потому что, ну, может быть такое, люди все разные. Это раз. Во-вторых, миллион может быть во-вторых, но это все не относится к реальности никак. Это все, любой джаджмент, любое суждение, любая оценка, это ваше собственное креативное, как сказать, креативное, творческое дополнение к реальности. И когда человек это осознает и понимает, что он живет в мире своего творческого дополнения к реальности, у него есть выбор. Или быть благодарным, веселым, счастливым, ждать добра, делать добро. То есть, или же, или же сделать свой мир фильмом ужасов, в котором все следующие серии придуманы уже в паранойи такой, да, есть люди прямо, они у них паранойя на будущее. Где за прошлое, они только вообще просто все очерняют чувством вины. Где они делают суждения, обобщают. Вот он, он неблагодарная сволочь, он меня никогда не благодарит. Да он сто раз тебя благодарил, чего ты так говоришь? То есть, в этот раз нет. Понятно, да, идея? То есть, очень важно разделять между фактами и интерпретациями. Интерпретации для человека выгодно, чтобы они были позитивные, благодарные, радостные и веселые. Значит, дорогие друзья, шаббат шалом. Шаббат шалом, чтобы был у всех хороший шаббат. Чтобы мы в заслугу того добра, который мы производим в мире. И мы просили Всевышнего, чтобы закончились все войны, чтобы зло исчезло. И чтобы каждому из нас Всевышний восполнил то, чего нам не хватает. Чтобы мы поняли каждый, что в себе надо исправлять, что улучшать. И занимались тем, что находится в зоне нашего влияния. Личным, духовным ростом, исправлением себя, исправлением мира вокруг себя. И созданием добра. То есть, это очень важно, сказал царь Давид. Кто человек, жаждущий жизни. Тот, кто любит все дни, видит добро. Ницор, лешанха мира, станови свой язык от зла. Весфатейха, уста, медабер мирма. И уста от того, чтобы искажать. Сур мира, отодвинься от зла. Весетов, делай добро. Уэв шалом, люби мир, вератвелу. И гони за миром. Люби мир, гони за миром. Это то, что мы можем делать. Каждый на своем месте может послать людям там шаббат шалом. Спасибо. Поблагодарить. Какой классный пост. Сделать, ну, похвалить, оценить и так далее. То есть, можно произвести столько добра, что просто весь мир наполнится светом. Все. Всем удачи, успехов, счастья, радости. В понедельник у меня в инстаграме я начинаю марафон. Я сейчас пишу новую книгу. Называется она «Десять шагов к счастью». И будет с понедельника у меня в инстаграме будет марафон. Я буду каждый день выкладывать посты, упражнения, как вот эти десять шагов пройти, чтобы стать более счастливым. Среди тех, кто там будут писать комментарии, будут разыграны призы ценные очень. Поэтому я вас приглашаю стать счастливыми. Все, что мы изучаем, очень помогает мне в написании этой большой книги, в создании этой программы. Спасибо вам огромное. Спасибо Всевышнему. Спасибо Израилю. У каждого злодея есть возможность для обзора быть жива, раскаяться. И такое сплошь и рядом происходит. Можно изменить свою жизнь. Всевышний, он дает нам всем много-много шансов исправиться. И я считаю, что было бы отлично, если бы сейчас все злодеи сложили оружие и, значит, стали добрыми. Все, всем счастливо. Шабад шал. Шабад шал.